...как цифровизация дошла и до ГЧП, я все-таки позволил себе задать аудитории вопрос все-таки цифровизация дошла до ГЧП или ГЧП дошла до цифровизации, потому что мне кажется это вопрос такой дискуссионный, надо еще разобраться в этом. А это можно сделать только общими усилиями, потому что у меня есть свое мнение на этот счет, я его постараюсь обосновать, у меня в своем выступлении, но прежде хотелось бы сделать такой небольшой опрос, если организаторы мне помогут, а вы любезно поучаствуйте в этом опросе и выразите свое мнение. Горгангализаторы, подскажите, пожалуйста, что нужно за мной сделать? Вероятно, отсканировать, вывести и отсканировать, поучаствовать. У нас здесь 20 человек, может руки поднимут? Не дошла еще цифровизация. Уже пришла, давайте не будем мы откатываться назад, все-таки у вас сессия обязывающая. Просто в цифровизации как-то везде не все идет влага. Не дошла. Не дошла. Первый вариант. Если вас не запруднит, а цифровизация дошла до ГЧП, пожалуйста. Вы отнимаете у меня просто интриг. Вот что значит опыт. И, вероятно, ГЧП дошла до цифровизации. Спасибо большое. Спасибо. Я интригею от не удалось. Максим здесь, значит, выразил эту точку зрения, которую я придерживаюсь. Мне кажется, как раз то, что мы наблюдаем, это движение навстречу друг к другу. И именно поэтому эти изменения происходят достаточно быстро и эффективно. То есть мы видим, что в последнее время стоит задача перед всеми нами по разным причинам. Повышение технологического суверенитета и, в общем-то, адаптация всей нашей экономики к новой современной условии. Затем растет сама цифровая индустрия в мире, растет у нас локально. И ее значение для национальной экономики. То есть это уже превращается в такой достаточно большой сектор экономики. То есть по разным оценкам в разные годы. То есть в России она составляла 2-3%. В мире в странах-лидерах до 10% доходит. Ну, если даже ошибаемся в своих оценках, то ненамного. И самое главное, что у России есть огромный потенциал нарастить долю именно цифровой экономики в валовом продукте. И именно поэтому у государства, безусловно, сохраняется повышенный интерес как к индустрии, как к ее содержанию, как к результатам, так и к тому, что это растущий сегмент, который будет влиять на многие секторы экономики. Учитывая, что налетки появляются в рамках этого роста, появляются все больше доступных решений, они становятся, скажем так, уже повседневными в нашей жизни, в жизни компаний, граждан. И цифровизация проникает во все большее количество отраслей. Но в то же время именно эти процессы, они происходят на фоне повышенного спроса на цифровизацию и уже на следующий этап цифровую трансформацию как таковую. При этом мы видим, что такое бурное развитие у государства появляется совершенно закономерно. Интерес, желание сохранять определенный контроль или деятельное такое участие по определенным видам деятельности. Инфрателекон, компания, которая возглавляет, является частным партнером. Основным мандатом, основным направлением формы сделки является концессионные соглашения. Мы созданы двумя партнерами, компания Ростелекон и ВТБ-инфраструктурный колдук. Такое сочетание не случайное. То есть мы видим, что у наших партнеров есть большие наработки, опыт, компетенции в технологиях, большая доля на рынке и есть очень большой опыт в реализации, сделать какое-то структурирование в концессионных проектах в ГЧП. Наши планы предполагают, что до 2025 года мы решили инвестиции порядка 30 миллиардов рублей. И за период с момента создания, с декабря 2022 года, мы реализовали два проекта по созданию системы фото- и видеофиксации в виде наблюдения в Мурманске и Санкт-Петербурге. Пять ключевых продуктовых направлений, они как раз привлекаются с тем тезисом, что государство все-таки заинтересовано привлекать частных инвесторов, но все-таки как-то опосредованно участвовать в развитии определенных направлений. И в разной степени, но вот в этих пяти направлениях такой интерес также просматривается. Кроме того, часть из них является ключевыми показателями эффективности либо государственных программ на уровне национальных проектов, либо результатов деятельности органов региональной власти. Итак, пять ключевых продуктовых направлений – это безопасность, видеонаблюдение, транспорт, энергетика, комфортная городская среда. Всех их объединяет создание более комфортного, безопасного, современного пространства, городской среды, в которой мы находимся, в которой мы живем, и которая делает нашу жизнь намного лучше. Когда я говорю о экспертизе, о больших возможностях и опыте наших партнеров, этот тезис, он опирался на цифры, на те достижения, которые были у компания Ростелекома нашего технологического партнера в прошлом. Инвестор. Инвестор, кроме того, что ВТБ прежде всего является для нас финансовым партнером, он участковый капитал, он привлекает долговое финансирование, крайне важно. Это позволяет нам избегать тех ошибок, причем родовых травм таких, которые могут на самом деле даже интересные, перспективные проекты поставить их реализацию под сомнение или подвергнуть какому-то повышенному риску. Приоритетным механизмом является концессионное соглашение по 115 федеральному закону. Сегодня на пленарке 115 ФЗ по мнению зала было определено как основная форма, так как наработан огромный опыт, я, наверное, не постесняюсь сказать огромный опыт, и он положительный. В это время, когда бюджет у многих регионов и федеральных бюджет в настоящий момент испытывает определенные, ну скажем так, он находится в процессе определения наиболее рационального использования ресурсов, очень много запросов на финансирование, очень много инициатив, которые предполагают поддержку бюджета. Концессионный механизм позволяет как раз привлекать инвестиции частного сектора, при этом и риски, сокращая кратно риски публичной стороны. Мне кажется, это два таких ключевых момента, которые делают ГЧП крайне востребованным и актуальным не только сейчас, но и на будущие несколько лет вперед можно смело об этом говорить. И еще немаловажно, ГЧП позволяет создавать проекты здесь и сейчас. Это в первую очередь влияет на жизнь людей сейчас, то есть не какие-то абстрактные проекты, о которых можно говорить на протяжении длительного времени и в формате обещать. То есть достаточно быстро, в течение нескольких лет создаются эти объекты. Это первая часть, то есть люди начинают ощущать пользу от реализации таких важных проектов. И вторая часть, то что расходы несут будущие поколения, что на мой взгляд кажется справедливым. То есть если у нас этот проект длительного использования, то и время по его оплате, по его содержанию несут несколько поколений. Альтернатива по госзакупкам другая. Мы сейчас оттратили все свои деньги, на этом они закончились, ущерб каким-то другим направлением. Но следующие, будущие пользователи, они не несут материальную ответственность за это, что на мой взгляд является в таком верхнем уровне несправедливым и не оптимальным. По поводу цифровой трансформации, о которой я сказал, то есть сейчас мы видим, что наступает такой переходный период, и этот процесс, с моей точки зрения, будет усиливаться, ускоряться, а цифровизация переходит именно к трансформации. И мы понимаем, что если говорить о каких-то прикладных проектах, которые можно реализовать сейчас, а не в далеком будущем, то есть эти концессии освещения могут быть такими проектами, которые послужат стартовой отправной точкой. Почему? Потому что есть прикладная совершенно задача повысить комфорт, повысить, улучшить городскую среду, сделать ее более благоприятной, с одной стороны. И при этом появилось много решений, в том числе с применением этих технологий, когда это можно сделать наиболее эффективно, управляемо и масштабировано. Эти цифровые концессии включают в себя несколько средств, и поэтому мы видим, что здесь не только потенциал цифровой трансформации, но фактически совершенно, кстати, для некоторых регионов это даже незаметно происходит, эта трансформация проходит. Причем не только в объектах концессии, а еще, когда мы реализуем подобный проект, подрядчики, которыми могут выступать унитарные предприятия, становясь операторами или оказывая какие-то услуги, они также должны повышать свой уровень технологий, технологий производственных, операционной деятельности и управления. А мы готовы с ними делиться и выводить их на определенный уровень. Таким образом, городское хозяйство также выходит на следующий более современный уровень развития. И с нашей точки зрения, вот так цифровая трансформация и происходит. И это приобретает такой эффект сетевой, то есть если есть благоприятная обстановка в регионе, и есть заинтересованность у руководителя региона в этом, то есть вот эта трансформация становится уже повсеместной, а не только ограниченным с отдельным управлением деятельности или каким-то предприятием. И очень важный вопрос, который сегодня на пленарке поднимали, то есть финансирование, потому что это действительно сейчас, если не самый, то один из самых основных рисков, который может поставить под сомнение реализацию даже таких перспективных проектов. Ставка банковского кредитования очень высокая, и финмодели просто не выдерживают такого уровня ставки, поэтому, безусловно, необходимо использовать в ближайшее время сейчас и в ближайшее время льготные источники. Мы видим, что это в основном источники из ДОМРФ, фабрика проектного финансирования. И здесь я подчеркну, важно делать многофункциональную, крупную концессию, крупный проект, который в масштабе инвестиций достигает 1,5-3 миллиарда. Почему? Потому что это позволяет нам использовать льготные программы, программы льготного финансирования. Например, фабрика проектного финансирования начинается от 3 миллиарда рублей. Меры господдержки по IT, там также есть планка критерий 1,5 миллиарда рублей. То есть это не только позволяет реализовать какой-то крупный масштабный проект, который будет заметен и повлияет на экономику регионов и города. Это и позволит выйти и использовать наиболее эффективные источники финансирования и использовать наиболее мощные меры господдержки. Я бы на этом еще заострил внимание, когда принимается решение на этапе структурирования и на этапе определения и формирования концепции проекта. Спасибо за внимание. Спасибо. Я короткий логун для себя делаю о том, что инфраструктурный проект по сфере IT, где IT связано с развитием инфраструктуры без бюджетного плеча на текущий момент является целью недостижимой. Ну и также с учетом текущего состояния финансовых рынков без меры государственной поддержки на снижение процентной ставки. Следующий выступающий Павел Сатуренко, представитель Центр и Петенция Павла Ростико-Конку по сферному региону. Прошу. Пятная ремарка и скоро разваляется. Сегодня на Клинарке говорили о низкой узнаваемости соглашения о защите предложений. Мы начинаем отрабатывать, мы начинаем исправляться, то есть здесь отдельно посвящается. Хорошо. Добрый день, коллеги. Я, верно, немного приму из сферы как раз эти отъявления, потому что, по сути, появление инфраструктуры, в хорошем смысле слова, как-то тоже было следствием из десятилетнего компании в части реализации ИЧП-проектов. И сегодня хотелось бы поделиться некими вот такими инсайтами, которые мы для себя в этом области нашли и куда мы смотрим с точки зрения дальнейших шагов. В целом, больше двухсот проектов реализованы по панике ИЧП. Положарку начнется, наверное, это больше полу ИЧП, потому что процентов 90, наверное, были энергосервисные проекты в освещении в силу того, что этот рынок очень стремительно развивался. Но сейчас мы тоже смотрим.